Здравствуйте, друзья мои дорогие друзья, кто еще смотрит QS английский язык и тем, кто мечтает владеть английским. И, в общем, наверное, вот так вот надо будет подвинуть микрофончик, будет приятнее слышать это все. Я бы хотел с вами поделиться тем, как люди осваивают сейчас язык. И вы знаете, на самом деле, блин, это так смешно, на самом деле, смотреть, как люди с легкостью покоряют то, что над чем бьются, не знаю, довольно-таки умные, здравомыслящие люди, они бьются какими-то таблицами, это так смешно. Это реально, it's extremely funny. Ну, на самом деле, проходит какой-то небольшой промежуток времени, допустим, пара дней, там, тройка, у кого-то опять случился очередной такой вот прорыв, я имею в виду, из ничего практически. Мы выстроили систему мышления по-английски. Вслед за этим человек начинает на нем реально думать, сначала непривычно, а потом привычка обретает скорость, обретает уже какую-то беглость в том, как вы говорите по-английски. Именно в практической части, где есть контекст. Контекст – это такая штука, которая как бы оживляет все, понимаете. Отдельные разорвленные слова, сколько вы их там будете изучать, там, по сто в день, там, и так далее. Я вам расскажу маленькую перспективу такую вот. То есть, вы сегодня выучите 100 слов, завтра выучите еще 100 слов, послезавтра еще 100 слов. Да, кстати, первые 100 начнут забываться уже там где-то на третий день, может быть, может быть, через неделю. Но они обязательно забудутся, это 100%. Потому что долговременная память эти слова не принимает, потому что они, ну, они портятся, знаете, вот как вот отдельно какие-то части, допустим, домашние птицы, например. Если их бросить там, не заморозить в каком-то холодильнике, то они просто будут, как бы, они просто, вы их выкинете и все, эти слова. Но если слова запоминаются в контексте, там, где они нужнее всего, там, где они более живо как-то себя чувствуют, там, где происходят какие-то процессы взаимодействия, допустим, какого-то предмета или глагола, или качества, там, определение предлагательного adjacent to the noun, как называется, adjective, да? То есть, там происходит масса удивительных вещей, которых мы вроде как не хотим замечать. И вот опять в столбик мы учим какие-то слова, а потом их забываем. Да, мы надеемся, что из этих 100 слов мы, может быть, запомним 10. Это неплохо, да, как бы, но КПД очень маленький на самом деле. Если мы проходим курс Aurum 180, то слова не только не забываются, но они укрепляются настолько, что занимают место в шеренге наравне с родными словами, с родного словарного запаса, и постепенно английский ни в чем не уступает уже русскому. Вот так это и делается. Полгода, всего лишь полгода, час в день, и вы осваиваете английский язык на уровне человека, который говорит на нем якобы с детства. Почему так происходит? Знаете, у нас наш мозг очень любит учиться, во-первых, но детство, впадание в детство ему не свойственно. Да, люди, я бы сказал, как-то говорят, дуркуют, да, устраивают какие-то корпоративные игры, где в коротких штанишках играют козла, там, я не знаю, там, я имею в виду, друг на друга прыгают, там слона или, и все такое. Но это, я не знаю, насколько это помогает человеку стать моложе, например, но это не продвигает его интеллект, я имею в виду, выше, потому что интеллектуальное и, как бы это сказать, и сохранение более молодого возраста, они тесно связаны. То есть, я вам даже больше скажу, вот есть гиппокамп, да, такой вот отдел мозга, который отвечает за обучение, и содержит он в себе в том числе и вот эти вот клетки, которые отвечают за обучение, да, вот такая вот память, да, наша биологическая, такая, РЭМ, такой вот ДИМ-3, ДИМ-2, там, и так далее. И эти все клетки, они в основном считаются теми самыми клетками, которые повреждаются при стрессах, в стрессовых ситуациях человек обнаруживает, что у него там болит голова и так далее. И, вот как бы, вроде как они не восстанавливаются, восстанавливаются очень сложно, и очень долго человек начинает, как бы вот, нет, не тупить, а как бы вам сказать. Одним словом, в интенсивном обучении вы обретаете такую, как бы это сказать, регенерацию этих клеток, и голова вообще перестает болеть, а обучение идет вот как вот, как принято. Я имею в виду, не как общедоступно это все, а именно в том ключе, в котором оно должно идти. Это могло бы никогда не случиться, как говорят там, it might have never happened, but it does. То есть, и в моем курсе QS, английский язык, Aurum 180, здесь можно реально стать носителем языка, я без преувеличения это говорю, это со стороны, может быть, выглядит наивно, там, люди, которые вот несколько лет уже там прибегают к какому-то комьюнити, и оставляют комментарии, и они говорят, это так классно, у вас такое сегодня выступление, там, такое видео, это хорошо все, на самом деле, это, я в том числе преисполнил благодарности к таким людям. Ну, хорошо, когда человек пишет комментарий о том, что он что-то понял, и это начало развиваться в его практической деятельности, и действительно, то, чему он учится, оно как бы вот становится уже прокачанным, как сейчас модно говорить. И у меня есть немного таких вот примеров, я не могу вам просто, как бы нескромно, как там с моей стороны, наверное, будет рассказывать о них. Если люди сами захотят, они могут выложить свои свидетельства о том, насколько это эффективно. Но пока курс проходит, я имею в виду вот эти вот 180 витков, они же друг за другом, понимаете, это не так уж и много людей. В моем смысле, как бы, я учу одного человека качественно, я мог бы учить 10 человек, в принципе, с таким же качеством подачи информации, но я думаю, что это качество разделилось бы, потому что experience, как бы, штука такая, вот опыт, он начинает делиться на 10, и, ну, хотя там есть свои плюсы. Когда, допустим, я обучал в Москве какие-то группы, группы финансистов, там, группы ученых в том числе, да и не только в Москве, в таких крупных городах, в России, там, в бывших странах этой, страны, которые все пытаются так это натянуть, как говорится, опять на Советский Союз, там, может быть. Я вам хочу сказать, неважно, в моем обучении политики нет, там, как бы, у меня есть исключительно такое одно желание сделать свою работу настолько качественно, насколько она потом, она или он будет слышаться, понимаете. И когда мне пишут, когда мне пишут письма, проходит, там, полгода или год, там, допустим, и у человека поменялась полностью судьба, так вот, как бы, не полностью, ну, вот, в карьере произошел очень приятный поворот, который, может быть, долго ждали. И когда этот человек пишет, что я думал, я посредственность, там, я думал, что у меня уже в моем возрасте это недоступно, но это открыло мне такой мир, там, допустим. Или человек пишет про свой рабочий опыт, там, какой-то, допустим. Я работаю в иностранной компании, и раньше как-то администрация меня не замечала. Мы в компании говорим по-английски, и сейчас среди своих коллег, у которых исходный язык родной русский, меня выделяет руководство, поощряет, там, и так далее. Это очень приятно слышать, потому что это реальная монетизация вашего труда и вашей инвестиции в образование. Это очень правильное вложение, и не только в образование, а еще и в здоровье, потому что, когда человек начинает воспринимать этот мир таким, каким он есть, не только в иллюзиях того, что вот является собой очень многое в нашем родном языке, ну, тренирует при этом интуицию, это здорово. Вот этот вот тандем русский языка и английский, я хочу вам сказать, что это очень хорошее сочетание, потому что исходный русский позволил вам с детства владеть интуицией, которая позволяет вам, ну, такой маленький пример, там, угадать, делаю сейчас или делаю обычно, без этих сейчас и без этих обычно, а в контексте разговора. То есть, говоря о текущем состоянии и обычном действии, мы употребляем часто в русском языке один и тот же глагол, там, например, допустим, ну, например, там, допустим, я, ну, я вам скажу, что, допустим, я изучаю тоже какие-то иностранные языки, ну, вот, вы позвонили мне, я говорю, да я тут, как дела, да я изучаю испанский, а у тебя сейчас урок, да, или нет? Вообще изучаю испанский. Вот такой разговор, такой сценарий возможен, такое развитие диалога, оно, возможно, в русском языке, в английском языке, в принципе, тоже можно сказать, что я сейчас в процессе изучения, но вот я сейчас вышел, у меня перерыв или у меня свободный день, то есть процесс, он не перестает двигаться вперед, однако, самое главное, что я хотел вам сказать сейчас, это наслаивание опыта, которое происходит вот не вот так вот, большим кирпичами вам начинают этот опыт создавать, вот такой вот, это надрывная работа, и она часто очень приводит к забыванию того, той части языка, которую вы думаете, что это, сертификат вам дал этот уровень, высокий уровень, и этот уровень вроде бы как есть, сертификат на стенке в рамочке висит, а на периферии от этого в мозге ничего не меняется, что же делать, как же сделать так, чтобы английский развивался сам, а вы знаете, вы пройдите этот курс, вы не пожалеете на самом деле, у меня есть приятные предложения для вас, я их не озвучиваю, потому что это просто неприлично, потому что это реально просто неприлично, вот как мне один человек сказал, очень, в принципе, известный человек, он говорит, то, за сколько ты продаешь то, что ты делаешь, это просто неприлично, он говорит, лучше не озвучивай, не говори про эти цены, я да я скажу это ни для кого не секрет у меня час стоит 1000 рублей по-прежнему больше я бы сказал что я я трачу свое время жизни на правильные вещи я учу людей качественно общаться договариваться я учу коммуникации и мне это очень безумно нравится а деньги это всего лишь тот бензин без которого этот автомобиль бы просто не ехал вот так скажем но такие вот и это вполне адекватная цена вы знаете я не то чтобы урабатывающие не устаю на своих уроках а знаете почему потому что система построена так что если вы на моем уроке овладели чем-то реальным то есть вы устаете когда вы неправильно что-то делаете не вы не устаете не я не устаю сначала может быть эта усталость происходит но постепенно снижается количество вот это вот quantity of introduction как бы подачи информации самого предъявления и постепенно все объяснение грамматики происходит лишь в каких-то нюансах где с помощью логики объясняю почему вот здесь вот в принципе допустим to take something out of my pocket допустим что-то достать из моего кармана out of допустим а выглянуть из окна просто out the window потому что вот из кармана изнутри кармана не изнутри окна соответственно out the window out the door здесь по-разному работаем кстати в некотором случае вот сейчас у меня идет западной европе занятия будет час через часик два я хочу сказать мы не только с текстами работаем потому что тексты у них своя специфика что мы принципе нового увидим в русском тексте если мы видим на русский текст на экране и вместе говорим его по очереди на английском но не одну и ту же фразу да я поправляю конечно этих поправок все меньше 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 и мы сравниваем все и постепенно мой студент становится моим конкурентом в этом занятии это интересно на самом деле это практическая часть курса но тем не менее первые 15 занятий из этого курса из 180 они делают ваше мышление англоязычным то есть это значит что вы отрекаетесь от этих от этой выдумки ленивых людей которые называют обычные глаголы плюс предлоги фразовыми глаголами я имею ввиду не только от терминов потому что у каждого предлога есть своя семантическая нагрузка и когда она приклеивается глагол это мы просто смешно на самом деле это смех и проявляется этот смех уже там в императиве допустим но выучил глагол там какой-то то есть это разговор как бы 15 бакс литву менту дочитинма хэн ну-ка молчаливый там этот был джей и молчаливый боб вот стояли два таких чувака которые торговали какой-то дурью там я не знаю возле магазина дурья на вот такая вот это содержимое этой дури вот как раз это и есть фразовые глаголы я хочу вам сравнение такое перевести вы знаете вот есть два способа шли отшлифовать камень понимаете один естественный природный причем он будет очень красивый и очень незатратный point по энергономике своей как бы вот по экономии энергии потому что но представьте у вас есть вот такой вот валун такой неотесанный и очень угловатый да вот вы хотите из него сделать там философский камень какой-то я имею виду не тот который там да может быть в золото все превращает на самом деле его монетизация поднимается когда он становится гладким из него можно уже сделать какой-то сувенир сделать его частью какого-то панно инсталляции картины там тогда но представьте себе только представьте себе сколько энергии затрачу чтобы вот сидеть с напильником и все вот это вот затачивать потом уменьшать абразивные вот эти вот круги на болгарках там я не знаю потом наждачка это все вручную зачищать где-то над фильком и так далее положите этот камень на берег моря на морском побережье вы увидите что с ним будет уже через месяц куда же делись острые углы я имею ввиду не на пляже конечно чтобы никто не порезался там они поранил где-нибудь где есть прибой что же с ним будет а эти острые углы куда-то денутся причем все сразу они по очереди вот сначала вот этот потом вот этот потом вот это все естественно все есть естественно гораздо органичнее вписывается в нашу жизнь я сделал такой курс в принципе все что я делаю я не повторяюсь понимаете я никогда не повторяюсь где-то я могу сказать об одной и той же вещи где-то использовать свои какие-то фишки афоризмы там я не знаю но только потому что нас смотрят не один человека очень много людей на самом деле людей именно целевой аудитории они смотрят нас не из праздного любопытства потому что учатся и именно поэтому здесь нет вот этих вот прибавленных нулей искусственно именно поэтому количество просмотров здесь узконаправленная и очень сосредоточена и за это я вас благодарю спасибо что смотрите видео а если вы хотите все-таки присоединиться к курсу могу вам гарантировать лишь одно вы никогда не пожалеете о том что стали носителем английского языка на курсе aurum 180 что это такое 180 уроков по часу каждый день это полгода выход выхвачены из жизни понимаете кто-то подумает на самом деле не полгода разделите полгода на 24 часа полгода разделите на 24 вы это нельзя пройти сразу вот так вот бесконечного же быть глобальное переутомление уже через 45 минут без перерыва если но я могу сказать давайте посчитаем вместе я вот сейчас вот открою конкурент калькулятор допустим на том же яндексе яндекс допустим калькулятор калькулятор просто плевать посчитаю я просто это не делал раньше вообще не люблю считать я имею ввиду я не люблю считать вот эти вот самые там времена там термина сколько слов я знаю насколько вы стол знаете в русском языке почему вы так хорошо им владеть и может быть потому что вы их не подсчитываете каждому номер не присваиваете калькулятор яндекса допустим хорошо так нет просто калькулятор онлайн калькулятор онлайн онлайн вот у меня сейчас передо мной калькулятор вы его не видите но я так пройдусь по арифметике вы же его очень любите пожалуйста и так 180 дней умножить на 24 часа выше не 23 часа изучать английский в день да вот если вы проходите этот курс но тем не менее хорошо 4320 часов это общее количество за полгода прожитых память часов то есть полгода ли вас у вас займет английский или может быть в остальные 23 часа вы еще что-то делаете я думаю что еще что-то но сейчас если разделить на скажем так на 24 вы получите 180 часов 180 а тут три тысячи триста двадцать а я предлагаю вам 180 часов вы можете как угодно этот курс оплачивать в принципе и по урочное и понедельное там и помесячно принципе нет какая разница самое главное что не в кредит я работаю то есть и расчет может происходить вообще после занятия никаких проблем самое главное что определить профиль нашей более свойственной нам лексики это нам понадобится уже через 15 занятий там допустим и и оставшиеся 165 занятий пройдут именно в ключе приближенном к лексике вашей жизни а так самое главное что там будет контекст там будет реальная музыка они но ты вот так пестрящая да там будет реальное удовольствие от того что вы говорите по-английски все лучше и лучше сначала вам покажется что то нет я так никогда не буду вот вы я говорю вы говорите я говорю вы я вы я вы постепенно постепенно мы сравняемся а где-то вы может быть меня даже и переключить где-то вы даже меня переиграете почему вы нет я не забираю 4320 часов вашей жизни я даже не продаю вам время я просто гарантирую вам одно что если вы регулярно с такой вот регулярностью проходить будете занятия ну там где-то день рождения где-то новый год там мы мы выключим а потом добьем в среднем это может занять не полгода а там 7 месяцев например но это будет те же самые 180 занятий самое главное что 180 витков этого опыта 180 раз волны набегут на берег и у вас будет не очень опасное стекло от пивной бутылки а какой-то красивый-красивый такой изумрудно подобный сувенир да он может смотреться как угодно может быть он не будет при этом называться словом emerald но по крайней мере будет чем любоваться понимаете у кого-то может быть этот эмбер и станет как бы из смолы таким вот янтарем да то есть даже знаете я сейчас вот вдохновлен да вот в эти дни может быть я самое лучшее придумал из того что я когда-либо сделал в этой деятельности но это уже давно проявляет себя это не эксперимент просто дидактически мы все это отфильтровали и проверили на людях с самой низкой самооценкой в отношении какой-то иностранной филологии там практическом ключе то есть человек захотел владеть английским и допустим и говорит да вы знаете я вот на эти курсы ходил те курсы те у меня такое впечатление что я не способен как можно быть способны неспособным если вы сейчас говорите со мной на русском языке и при этом ваш русский язык довольно таки красноречивые не костноязычный так о чем мы сейчас говорим о том что ваша способность говорить по-английски ничуть не ниже вашей способности говорить на более трудным гораздо в более трудным грамматическим языке грамматически на русском языке если на английский если это английский мозг будет меньше напрягаться реально когда надо будет какую-то фразу продублировать на русском которая у вас возникла продублировать и на английском она может даже возникнуть на английском скорее всего так и будет но пересмысление она будет идти все время потому что каждый цикл между двумя занятиями у вас будет немножечко с надо и во время этого сна все будет раскладываться по полочкам в ячейках нашей поверьте мне безграничной по своему объему памяти у человека безграничная память не на то что он хочет запихнуть себя в память как затем чемодан хочется все с собой взять ну давай еще телевизор туда запхнем и запихнули телевизор да и вдруг там молния порвалась там собачка отскочила это колесико оторвалось это все не о том как на самом деле делается где в образовательной в образовательной сфере человек быстро осваивает английский я считаю что это быстро полгода довольно таки хорош но вы не будете ждать ой когда же полгода закончится и я заговорю это сглаживание неровности она будет постепенно вы заметите его уже на первом занятии чуть-чуть вы почувствуете какие-то вибрации позитива настолько насколько никогда не чувствовали потому что вам никогда не объясняли того как просто говорить по-английски да я не об этом даже это все полчаса длится а потом мы начинаем согласно этим правилам это знаете как вот я учу вас играть в какую-то настольную игру допустим она всегда для вас была игра интеллектуалов вы смотрели на нее со стороны а вдруг вы захотели стать в ней чемпионом я охотно сыграю свою роль в вашей карьере англоязычного носителя языка и не меньше потому что носителем языка англоязычного может стать любой у кого есть просто язык там не знаю там нет ограничений по слуху по был случай да я учил людей которые не не могли ничего видеть там как-то наглядности не хватало и они не владел языком брайля то есть мне было приятно то что воображение у этих людей с легко компенсирует то что скажем и слух хороший слух хороший потом поэтому с пониманием проблем не будет то есть как бы есть люди клубка у которых есть другой недостаток вот сам самооценка нас они свою память называют плохой они свою память не знаю как она устроена они называют ее плохой памятью знаете плохой чемодан в которой все пихаешь 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 а лучше красиво все уложить и узнаете даже место еще останется чтобы еще с собой книгу взять какую-нибудь на английском языке и почитать ну хорошо я тут слишком долго в этот раз пускай видео будут такими же коротким как и предыдущие три видео которые я здесь загрузил вот с интерпретация текста это просто показать вам принцип я не писал свои уроки по-прежнему взаимодействие со студентом я не могу отвлекаться на да и знаете эффект кота шрёдингера или как наблюдателя он все меняет я никогда не люблю показывать то есть выставлять на показ то что еще не доделано когда она доделано человек уже уходит в свою жизнь и в ней начинаются настоящие чудеса я вам этих чудес тоже желаю есть варианты я говорю нет у вас такой суммы 180 тысяч вы можете за каждое занятие оплачивать вы можете понедельник как-то там как вам принципе то удобно если вас то финансово мнение не отягощает и этот курс реально или элитный курс этого не делать никто в россии этого не делает никто за рубежом не в америке не в канаде не великобритании я бы сказал это не просто какая-то тщеславная попытка знаете вознести мой курс на на шпили empire building а остальные все там ниже вот этой ливневки как бы нет абсолютно нет люди работают они делают очень грамотные штуки такие не во многих на и во многих иностранных языках так происходит но вот английским по-своему взаимодействует наше пространство события и время поэтому он является с моей точки зрения самым научным языком близком к точности близком к физике этого мира я даже не хочу говорить о ту чушь которую высказывают сейчас вот очень часто люди не не владеющие английским как правило ругают английский язык а люди никогда не разговаривали с американцами с обычными я имею ввиду не политиками политикам ты и сам не верю они никогда их не видели и в то веточку знаете так вот между собой и начинают тоже поливать чем-то нехорошим вот как-то брошенный рыбий хвост начинает смердеть я хочу сказать вам где мы вообще находимся на какой грани развития если мы инструменты начнем делать по умолчанию опасными и по умолчанию не полезными допустим у меня есть несколько кухонных ножей но я не набрасываюсь на людей с этими ножами эти ножи они нужны там обвалочный нож там какой-то есть рыбный там ты это разные для приготовления какой-то еды да это это нормально понимаете но им не написано нож убивает так далее вот как там на той коробочке из которой я достаю там поджигать мы живем в мире где нами пытаются манипулировать всегда и манипуляция она рождает много сомнений конечно но они не принято говорить вслух вы знаете я в прошлый раз кое-что не досказал у нас государственный язык то русский английский язык не имеет силы на территории российской федерации перевод это все равно интерпретация то есть вот когда мы говорим что вот он был такой случай там часто такое бывает слушай рядом человек который у меня учился он там green card выиграл там у него была виза с с ним на печать и такая вот конкретная с цветными фотографиями тогда и они выезжали там с маленьким ребенком и в общем куда-то клевнинг и я вам хочу сказать что успешно уехали да но когда зашел разговор об основании для того чтобы выписать этого младенца как бы из квартиры потому по причине продажи этой квартиры там инграции там что такое то есть деньги были нужны это переезд это не шутка да но людям надоело верить в это про то как сказку делают были там строить седьмого года прошлого века эта песня звучит и вроде как где-то там что-то сбылось у кого-то да но 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 не со мной это случилось ну и как бы вот люди я и я вообще ним не моралист понимаете людям нравится жить земля круглая пожалуйста живите где хотите то есть вы не должны быть лоббистом достоевского по умолчанию понимаете вы не должны обязательно махать везде вот этим красным флагом тогда вас есть могут быть свои преференции наша родина это наша земля наша вселенная наш дом наша семья до нас страна наша потому что ее объединяет знаете что русский язык нашу страну объединяет русский язык вот я говорю из россии россию обменяет русский язык и люди которые говорят там русский язык где-то запретили там запретили никогда не запретят русский язык вот генрих 8 или андрей там андрей 8 запрещал на территории архипелага британских островов говорить по-английски и я этот пример как-то уже приводил да и не могли себе люди позволить говорить по-английски вслух они вот так вот шептались по-английски понимаете только лордом они могли там взять скинуть там пачку монет там каких-то луидоров и давай теперь мы заплатили этот налог за язык да теперь давай-ка вслух поговорим по-английски то есть никто не к не один политик даже если он там был вундеркиндом и родился играющим на скрипке в обуховском переулке ни один вот такой вот полюбик не может никогда за запретить никакой язык не русский не английский не украинский когда я вижу таких вот людей вроде как здравомыслящих да но очень негативно настроенных понятно у них есть свои обоснования и мотивы то есть я сейчас не говорю я вообще анархист я в эту в эту политику смотрю как на мультипликационный фильм который вот лошарик называется такой лошарик когда из шариков сделали лошарика даже не хочу развивать эту тему я пилолог я учу людей договариваться во всем мире чтобы не было сбоев в коммуникации вот моя профессия мне такой профессии собирать толпы людей которые за мной бегают и говорят ну когда вы нам новое видео там вы знаете все делается ради результата а каков процесс ну я стараюсь сделать его более-менее из эстетичным но не трачу на это очень сильно много энергии самое главное чтобы это и на это энергия пускай лучше достанется вашему навыку и мне очень конечно приятно то что мы разъясняем эти вещи вот мы осмысляем эти вещи и инструмент не может быть сам по умолчанию себе злым то есть если этот опор то можно дрон наколоть и реально согреть какой-нибудь находящийся в захолустье избу какую-нибудь да вот если это молоток то обязательно не не надо никого бить по затылку там так далее забивайте гвозди и делайте мебель то есть если это язык не обязательно применять его для сделок по поставки летального оружия скажем так третьим странам зачем это делать и вторым то есть с моей точки зрения вот как бы я сделал да для того чтобы например там присоединить все всех тех кто в 91 откололись от советского союза например для того чтобы территориально их присоединить это можно сделать естественным способом так вот без напильника от просто положил камень на берег моря это притчи конечно ну как бы я сделал я бы знаете стимулировал бы производство инновации развитие технологий какие-то прорывные этапы роста нашего здравоохранения наверно чтобы люди видели планку горизонта и не смотрели себя под ноги чтобы найти какую-нибудь мелочь и тут о чудо сам марино о мы хотим присоединиться к вам вы такие успешные вы такие славные ребята но нет мы успешные конечно мы успешны не надо надо завязывать да а то эти чего-нибудь здесь себе на говорю то такое и так далее но это просто моя версия моя интерпретация это всего лишь моя версия это кто мне скажет что я запрещают тебе говорить вслух своей мысли наверное этот человек либо не очень умный либо либо слишком умный много на себя берет но это неважно я преподаю вам не политический инструмент реально я приведу вам инструмент общения на котором вы можете качественно договориться и у вас не возникнет противоречий с этими людьми вы не просто замените англии русские слова на английские вы вы наверное всю вселенную для себя откроется а также свою вселенную покажите другим людям путем тем путем что в вашем кодирование вот этих вот картинок которые у вас в голове которые вы хотите донести до собеседника у них не будет сбоев ошибок каких-то переверт ушей не будет такой вот схемы а в целом я всем желаю как всегда хорошего настроения а вы еще херок гудлак да и помните что английский язык на этой территории никакой силы не имеет то есть он не государственный язык в россии это язык получения информации это язык то есть он не имеет никакой юридической силы на территории российской федерации ну за исключением каких-то особо случаев которые да это я о чем говорю о том что знаете что решили вы что-то сказать а это нельзя по закону на соблюдать закон скажите это на иностранном языке друг другу и вас никто не услышит и не настучит кляуза на вас не донесет но это это опять же я не говорю чтобы все по умолчанию хотите что-то утаивать нас вообще-то нас вообще-то учили любить эту землю эту страну любовь она существует без отрыва от ну того самого гуманизма любит любит к созиданию вот в общем то приходите создадим ваш английский одним словом вот опять же я не моралист это всего лишь моя версия то есть я не могу быть объективным по факту того что я занимаю только одну точку gps а для объективности нужны какие-то поля вот потому что я не знаю кто прав кто виноват а я не хочу в этом разбираться мне просто очень люблю свою работу а вам спасибо пока с вами был олег иванилов канал qs английский язык мира вам дружбы любви и побольше конфет спасибо